Добрый вечер, дорогие мои телезрители! С вами снова Бородач. Значит, вы смотрите телеканал Быстро и Вкусно, где я показываю и рассказываю простые рецепты вкусных блюд. И сегодня я буду готовить пареную тыкву. Вот у меня две таких тыковки. В чем их разница, я вам расскажу. Вот эта тыковка более традиционная. Такой сок я выращиваю на своей даче уже много лет. Она очень мясистая, но не очень сладкая. Немного сладкая. Вот эта тыква, напротив, я вырастил ее из покупных семян. Она не такая мясистая, как вот эта вот, но очень сладкая. Но, как выяснилось, она довольно-таки плохо хранится. Она вот здесь уже мягкая. Я боюсь, что сейчас я ее разрежу. Внутри она будет гнилая. Хотел я, конечно, сделать вот эту тыкву, Но если вдруг она получится гнилой, придется делать вот эту вот традиционную. В общем, как делается тыква. Вы уже, наверное, смотрели рецепт про пареную репу. Тыква делается абсолютно так же. Кладется, закладывается в кастрюлю. Заливается немного водички и ставится на самый слабый огонь. Где-то примерно на час, на полтора. От сорта тыквы зависит. Вот этого скорее на час. Вот этого скорее на полтора. По-разному бывает. Нужно пробовать. В общем-то, рецепт очень простой. Ничего, кроме тыквы, не надо. Но можно еще сахарку добавить, если вы хотите послаще. Здесь основная сложность, это тыкву разделать, почистить от кожуры. Кожура бывает довольно-таки плотная. Сама тыква особенно вот такая вот. Она очень твердая. Женские руки вот с кожурой от такой тыквы могут и не справиться. Вот здесь вот кожура помягче. Здесь справятся все. В общем, берем ножик и начинаем чистить тыкву. В общем, для тыквы у меня вот такой вот набор ножиков. Такой вот основательный, чтобы ее расколоть, разбить с самого начала. Такой вот большой и обычный маленький ножик. Уже для финальной очистки кожуры. Итак, что мы делаем? Берем, значит, тыковку и... Опа! Видишь, это тыква мягкая. Так, вроде бы она не гнилая, но вот эта вот часть, вот эта сторона мне не нравится. Я ее, пожалуй, отрежу. Вот примерно как-то вот так. Вот это я выкину. А с этим вот уже будем работать. Это я тоже выкину. В общем, как нужно тыкву нарезать? Как я говорил, вот эта тыква режется хорошо. Вот такую тыкву я бы так легко не смог нарезать. Сначала я режу вот на такие вот ломтики. Вот так вот. Потом из этих ломтиков... Видите, здесь сколько семечек? Из этих ломтиков семечки я удаляю. Вместе вот с этими вот кишками. Потом семечки я промою. Мы всей семьей будем их вечерами перед телевизором щелкать. Они очень полезные и очень вкусные. Если вы любите, то пожалуйста. Если не любите, можете выкидывать. Вот так вот очищаю, короче, все эти ломтики от семечек. Очень легко и быстро это происходит при должной сноровке. Вот так вот. А теперь вот такой вот ломтик нужно очистить от кожуры. Беру уже маленький ножик, которым я чищу картошку. И эту кожуру просто-напросто срезаю. Вот, получилась отличная тыковка. И эту отличную тыковку я режу вот на такие вот порционные кусочки. Которые уже потом буду закладывать в кастрюлю. Ну, короче, я сейчас вот это все порежу. А как закладывать в кастрюлю, уже буду вам показывать. В общем, вот так вот, друзья. Всю тыкву я почекрыжил. У меня получилась полная кастрюля кусочков вот таких вот. Они очень мягкие. То есть, эту тыкву, я думаю, достаточно будет один час ставить. Потом у меня получилась в середине вот такая кучка семечек. Их еще нужно очистить вот от этих вот кишков. И потом я их буду жарить. Они очень вкусные, очень полезные. Ну и пол пакета мусора. Ну что же, приступаем. Итак, для начала я поставил на сильный огонь, чтобы кастрюля нагрелась. Чтобы вода, которую я добавлю, тоже нагрелась. Потом я убавлю до самого слабого огня. И накрою крышкой. Во-первых, добавляем водички. Где-то полстакана. Больше не надо. Из тыквы и самой выделится довольно-таки много воды. Во-вторых, сверху вот так вот немного присыпаем сахаром. Я на такую кастрюльку беру одну ложку. Вот такую вот, одну столовую ложку сахара. Больше здесь не надо. И накрываем крышкой. Вот так вот. Сейчас я убавлю огонь на самый маленький. И оставляю эту кастрюлю ровно на час. Ничего здесь следить не надо. Можно заниматься своими делами. А через час у нас получится отличная вкусная пареная тыква. Так, друзья, прошел час. Посмотрим, что здесь у меня получилось. Тыква еще, на мой взгляд, не готова. Ну-ка, отрежу кусочек, попробую. Она еще твердая. Да. Насчет твердой еще не готова. Я думаю, где-то минут 20 еще нужно готовиться. Оставляем. Вернемся попозже. Ну все, друзья, тыква готова. Прошло у меня часа 20 минут. Вот так вот она выглядит. Она немного меняет цвет, когда приготовилась. И отлично, легко протыкается. Можно пробовать. Вот, друзья, готовая тыква выглядит вот так. Такие вот кусочки. В целом, это очень полезное и очень низкокалорийное диетическое блюдо. Подходит разного рода спортсменам. И людям, желающим похудеть, мне, например, очень подходит. Ну, к сожалению, кроме тыквы, я ем много чего еще не очень полезного. Ну, ладно, ничего страшного. Похудеем потом. Ну что же, друзья, вот тыква готова. Отведаем, что здесь у меня получилось. Ем я ее примерно вот таким вот образом. Беру сахарок. Сверху вот так вот посыпаю. Вся диетичность, конечно, от этого резко пропадает. Но зато она становится сладкой. Она сама по себе немного сладкая всегда. Но обычно нужно ее еще подхластить. Обожаю тыковку. Обожаю тыковку. Просто незаметно пролетает. Очень мягкий, очень нежный продукт. В принципе, если голодный человек, вот одну вот такую кастрюлю, которую я готовил, может съесть за один раз. Я такое практикую. Обычному человеку, не очень голодному, вот такой тарелочке тыквы хватит, чтобы наесться. Обожаю тыкву. Просто вкуснятина. Я тут, друзья, одному своему подписчику обещал в скором времени снять рецепт пшеной каши. Вот подумалось мне сейчас, что, пожалуй, сделаю-ка я пшенную кашу с тыквой. Вот эту тыкву мне тоже нужно извести. Изведу я ее на пшенную кашу. Кто за, ставьте лайки. Может быть, я сделаю просто пшенную кашу с тыквой. Может быть, я покажу просто, как делать и обычную пшенку, и пшенку с тыквой. Не знаю, как настроение будет. Но что-нибудь обязательно по этому поводу придумаем. Так что ждите. Пишите комментарии, кому эта идея понравилась. А я буду доедать. И не буду вам не доедать. Ну что ж, друзья, ставьте ваши лайки. Если вам понравилось. Ставьте ваши дизлайки, если вам не понравилось. Но, пожалуйста, напишите, почему вам не понравилось. Пишите ваши комментарии, что вы по этому поводу думаете. Ну и подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Потому что дальше будет намного интересней. А я с вами прощаюсь. Всем пока. Спасибо. 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 Спасибо.